Привет, друзья! Сегодня хочу с вами поделиться прекрасной летней идеей из кабачка. Делается это блюдо несложно, очень просто. Такое блюдо не расплывается, не теряет форму. Оно входит в топ-5 моих любимых блюд из кабачка. Получаются вот такие вот пышные и сочные котлетки, которые очень вкусные и на следующий день. Для начала кабачок нам нужно потереть на крупной терке и хорошенечко его присолить. Перемешать и оставить минут на 15, для того, чтобы вся лишняя вода из кабачка ушла. Она нам не нужна в рецепте. У меня вот такой вот отварной половинка куриного филе. Взвешивала уже в отваренном виде, у меня вышло 225 грамм этого филе. Но пропорции не очень принципиальны. Хотите больше мяса, добавляйте больше мяса. Хотите больше кабачка, добавляйте больше кабачка. После того, как кабачки пустили сок, руками очень хорошо отжимаем лишнюю влагу. Набираем по небольшому количеству. Если вам в леньке это делать, можно просто в какую-то хб-полотенце или марлевую такую подкладку выложить сразу всю массу и отжать. К этой массе добавляем на терку потертое мясо. Добавляем сюда 2 яйца, соль, перец конечно же по вкусу и также нужно добавить 3 столовые ложки с горкой муки. Ну конечно это на мое количество. Вы уже смотрите примерно плюс-минус по вашему количеству. Здесь опять-таки не принципиально, всегда готовлю на глаз. Затем нужно хорошенечко перемешать и можно сразу начинать жарить наши котлетки. У меня здесь куриное филе, но можно взять и любой другой кусочек мяса, отварить его и натереть. Это не принципиально. Любите говядину, пускай будет с говядиной. Посмотрите, как прекрасно формируются котлетки. Они замечательно держат форму. Отправляю их на не очень большой огонь, но чтобы вот такие вот пузырики вокруг жарки были. Чтобы при этом довольно-таки хорошо они проготовились внутри, поэтому большой огонь нам не нужен. Жарим до красивой румяной такой корочки. Они получаются нереально вкусные и сочные. Обязательно попробуйте этим летом. И напишите внизу в комментариях, как вам такой рецепт. А с вами, как всегда, друзья, был Кекс. Ставьте свои пальцы вверх. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!